Голый король обещает всем подданным на зиму теплые вещи, с открытыми ртами народ рука плещет, по сторге от пламенной речи его. Всем привет, меня зовут Даня Поперечный. Я знаю, что я обещал не выкладывать больше на этот канал видео с политической тематикой, но знаете, пожалуй, сегодня я выскажусь, будь что будет, потому что по телевизору все молчат. Ничего не происходило 26 марта в России, не то что в Питере, в Москве, там вообще в России все замечательно. Очень многие спрашивали у меня, как я отношусь к Навальному и пойду ли я на митинг 26 марта. Давайте по порядку. Начнем с самого Алексея Навального. Навальный поначалу вызывал у меня очень большую симпатию, сейчас у меня к нему очень много вопросов. Очень много. Но, пока все, что я вижу, это то, что его очень жестко прессуют и жмут. И все это не без помощи сверху. Возможно, я не отрицаю, и это одна из моих главных параной и подозрений. Весь этот прессинг в сторону Навального создается искусственно. Ведь он все еще жив и все еще не в тюрьме. Но единственное, к чему у меня вопросов нет, так это к информации, которую Алексей освещает на своем YouTube-канале. Возможно, она не всегда полная, но никто и никогда из правительства не опровергал ничего из того, что сливала команда Навального на вот коррумпированных депутатов. Обвинение в ответ, игнорирование, замалчивание, это да. Но даже лжи, даже никаких теорий, опровержений, банальных фраз из разряда «это неправда потому-то, потому-то», нет. Они даже не пытаются придумать хотя бы немного достоверное оправдание. А Дмитрий Анатольевич Медведев в этот раз вообще решил, что фильм, который за три недели посмотрело 11 миллионов человек, который полностью раскрывает все его коррупционные схемы и раскрывает, сколько денег он у нас с вами напиздил, не достоин даже комментария. И понимаете, в чем прикол? Тем самым он не открещивается от Навального, типа, я не буду отвечать на твои вбросы. Ты, мол, оппозиционер и враг России, бла-бла-бла. Тем самым он не считает нужным объясниться перед нами людьми, у которых он взял деньги, грубо говоря. На чьи деньги он шикует и кому он говорит держаться там. Сегодня, ну я записываю это видео сегодня, и сегодня 26 марта, я был на митинге в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Митинги проходили по всей стране. Да, к моей персоне, присутствующей на подобных мероприятиях, внимание повышенное. Как и у участников данных митингов, так и абсолютно других сторон. Но я решил, что с моей стороны будет крайне лицемерно, если я не пойду поддержать протестующих, но и сам не выскажу свою гражданскую позицию, хотя бы банально присутствием на данных встречах. Расскажу, как он прошел. Было, блин, дождливо, грязно. Было очень много людей. По оценкам СМИ, от 4 до 6 тысяч людей вполне. Зажгли пару фаеров, кинули один раз дымовуху. И потом случилась очень неприятная штука. Очень зря, что это огромная куча людей двинуло с Марсового поля на Дворцовую площадь. Объясню. Это очень плохо, потому что митинг на Марсовом поле худо-бедно имел под собой законные основания. Но вот в отличие от Дворцовой, потому что встречу огромную, мирный протест на Дворцовой площади с властью никто не согласовывал. И то, что эта огромная куча людей перетекла туда, абсолютно со спокойной совестью развязала ОМОНовцам и полицейским руки, чтобы паковать несогласных. Да, сам факт того, что нам нужно согласовывать акции протеста с властью, это отдельный разговор. Но, блядь, давайте не будем выебываться, работаем с тем, что есть. На Марсовом поле типа можно было, на Дворцовую зря пошли. Все, кто пошел на Дворцовую, вы сами, блядь, виноваты, если вас загребли. Я был на митинге в бейсболке и капюшоне, и меня узнавало очень много людей. Подходили фотографироваться со мной. Многие просто подходили пожать руку или поговорить. И, вы знаете, это охренительно греет мне душу, что эти люди моя аудитория. Я очень вами горжусь, я уже писал об этом в Твиттере. Спасибо, что вы такие. Ну и, естественно, мне было не западло пойти постоять с вами в дождь, ведь дело правое. Я обязательно советую вам посмотреть фильм команды Навального «Он вам не Димон», он так и называется. Вы можете вбить это в Ютуб, и первая же ссылка будет этот фильм. Сделать свои выводы. И было бы клево, если бы вы ходили на подобные митинги. Мирные митинги, которые согласованы с властью. Многие сейчас скажут, братан, раз ты так активно заявляешь о своей гражданской позиции, что тебе не нравится коррупция, почему же ты не сделал видос, где бы призывал своих зрителей, свою аудиторию к тому, чтобы они пришли на митинг 26 числа? Объясню, почему. У меня есть несколько причин. Во-первых, с Нового года я стараюсь на этом канале вообще не трогать политику, потому что я прежде всего комик. Во-вторых, мне были не особо понятны сформулированные требования этого митинга. Типа, нам нужен ответ Медведев? Ну, даст он вам ответ. Ответ из разряда, да нет, все пиздеж, никаких виноградников у меня нет. И технический ответ получен, че, можно расходиться. Плюс требовали отставку Медведева. Ну вот уйдет он после этого митинга в отставку. Дальше что? Он че, деньги что ли вернет? Это бред. Ну и третий пункт. Мне хотелось посмотреть, сколько людей без помощи, блогеров и освещения этого мероприятия лидерами мнений из развлекательной сферы, действительно озабочены происходящим беспределом и ситуацией в стране. И я был приятно удивлен, честно вам скажу. У многих из вас есть резонный вопрос, зачем выходить на митинг? Типа, какой смысл? Что это дает? Вот как я это вижу. Я считаю, что это реально важно. Я считаю, что важно показывать, что нам не насрать и что мы готовы выходить на улицы, когда начинается реальный беспредел. И пускай это не работает по схеме, ой, их так много вышло, надо вернуть им деньги и перестать быть коррупционерами. Да, бесспорно, это так не работает. Но, по крайней мере, это будет держать хотя бы в небольшой узде коррупционеров типа Дмитрия Медведева и показывать им реальные настроения людей, а не те, которые рисуют в опросах, которые показывают, результаты которых показывают по федеральным каналам, где все всем довольны. Самая, блядь, спорная здесь вещь, я не знаю, работает ли Навальный на Кремль, чтобы сливать тех, кого нужно и когда нужно, ну и чтобы, блядь, власть контролировала оппозицию, это же удобно. Но я знаю одно, меня заебали коррупционеры и их наглость, с которой они не считают нужным не то, чтобы, блядь, чувствовать ответственность перед нами за то, что они пиздят наши деньги и командуют нами, они не считают нужным даже дать нам комментарий и объясниться перед нами. Вы просто осознайте масштабы, эти люди живут на наши с вами налоги и даже не заебываются с объяснениями. И сюрприз, да, я блогер, который платит налоги. Вот так чудеса, я действительно приношу пользу государству, а не просто сижу, блядь, на стуле и выебываюсь перед камерой. Вот так дела, ватники, можете удалять комментарии. Это я уж не говорю о нашем конституционном праве на мирные протесты. Многие из вас скажут, да, эти многотысячные акции по всей стране ничего не изменят и нет смысла на них ходить. Ну что ж, тогда сидите дома и ждите, что все само собой каким-то образом поменяется. А я пошел показывать власти и Медведеву, что нас гораздо больше, чем они думают и чем говорят по телевизору. Удачи. Ах да, и не обвиняйте, пожалуйста, других блогеров в том, что они молчат на эту тему. Я сейчас абсолютно искренне говорю, нужно иметь, блядь, невероятные яйца, чтобы на своем развлекательном канале затрагивать такие темы, за которые можно, блядь, сесть в тюрьму. Не заставляйте их брать на себя эту ответственность и позвольте им просто заниматься тем, чем они изначально хотели заниматься. Развлекать вас. Не каждый обязан озвучивать свою политическую и гражданскую позицию на своем канале, даже если у него есть огромный ресурс, который он может использовать во благо. Вот. Времена тяжелые, блядь, и не требуйте от всех нереальной отваги. Требуйте ответа от Димона. Давайте следить, что будет дальше. Ну а я пошел монтировать спешл, снимать для вас смешнявки и периодически подобные видосики. Всего доброго вам, счастья, здоровья. Держитесь там. Денег нет, но только... Только у вас. Пока. Субтитры подогнал «Симон»